Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим приложение под названием Kahoot, которое создано в общем-то для учителей и преподавателей, но может пригодиться и на презентациях и при проведении мастер-класса. С помощью приложения Kahoot вы можете проводить тесты или опросы аудитории в реальном времени. Вы выводите вопрос на большой экран, а студенты или слушатели со своих мобильных телефонов или ноутбуков отвечают на него и вы получаете результаты опроса или теста. Программа эта предельно простая, даже запредельная, я бы сказал. Я начинаю знакомство с ней с этого окна, поскольку при регистрации я зашел я с помощью Google аккаунта и я указал, что представляю организацию. И соответственно вот цены, которые выкатил мне Kahoot. Я уже было хотел расстроиться, программа заявлена как бесплатная, но увидел эту строчку типа «Не хотите платить? Пожалуйста, не платите» и решил не платить. Вот бы у нас так было, например, в ЖКХ. Итак, встречает нас страница с примерами задания других участников. Задания выкладываются в открытый доступ. Но нас это пока не интересует. Нас интересуют мои задания или Kahoot, как их тут называют. Слово, по-моему, непереводимое. Сейчас здесь естественно пусто. Со временем тут появятся ваши задания, где их можно редактировать или смотреть по ним статистику. Но новый квиз можно создать отсюда или отсюда. NewK. Новый Kahoot. Начнем с самой простой, наверное, самой часто используемой формы в этом приложении, то есть с теста. Заголовок обязательно. Description описание тоже обязательно, но по сути не нужно. Это как раз если вы собираетесь расшаривать свои квизы. Дальше кому будет видно, то есть расшарить на платформе или нет. Язык. По-моему, ни на что не влияет, но на всякий случай выбираем русский. Аудиенция. Тоже, по-моему, ни на что не влияет, ученики, студенты и прочий социал. Ссылки, литература, которая использована и так далее. Мне кажется, тоже странная графа, но может это для вас лет через десять, когда забудете, где набирали такую информацию. И ссылка на видео. Во время пока студенты будут ждать запуска квиза. Тоже странно, но можно. Может кому-то захочется вставить какое-то видео. Например, обучающее. Здесь фотографии обложки. По-моему, вообще ненужная вещь. И переходим к вопросам. Сколько секунд дается на ответ? Выбирайте сами. Очки за правильный ответ. Kahoot сам решает, сколько ставить. Можно отключить эту функцию, но в принципе в этом как раз смысл. Оценивать знания учеников. Дальше варианты ответов. Четыре варианта. Ну и соответственно нужно отметить один как правильный. Готово. И следующий вопрос. Вопросов может быть много, но мы ограничимся двумя. Save и дальше мы можем отредактировать. Запустить предпросмотр. Собственно, запустить квиз, если вы в аудитории ученики собрались или расшарить. Запустим предпросмотр. Удобно. Покажет сразу два девайса. Ваш, то есть, что будет происходить на большом экране, девайс ученика. Вот он, мобильный телефон. Сейчас он требует пина. Выбираем либо классическую форму, либо командную. Они ничем не отличаются, в командной дается больше времени на обдумывание. Но так как время устанавливаете вы, я думаю, всегда можно запускать классическую. Заставка. Вот, появился пин. Ученики его видят, вводят у себя на мобильном, вбивают ник. Я вижу, что все собрались, в данном случае я один, и запускаю вопросы. Тут бежит время. Ученики, соответственно, выбирают правильный вариант. И все. 770 баллов получаю я. И запускаем следующий вопрос. Вот. А теперь я ответил неправильно. Получаю 0 баллов. Тест завершен. Тут результаты. Я, соответственно, могу их сохранить. Запустить тест заново, или создать новый. Кроме классического теста, тут есть юмбль. Перемешку. Когда есть правильная последовательность ответов, потом они перемешиваются, и ученик должен восстановить правильную последовательность. И два варианта опросов, которые я не понимаю, чем различаются. Но выбирайте, например, исследование. Вы задаете вопрос, даете варианты ответов и ждете, когда ученики ответят. Таким образом, вы собираете какие-то статистические данные по интересующей вас теме. В общем, приложение удобное, хотя и специфическое. Есть бесплатная мобильная версия, но можно заходить и просто через браузер на мобильном телефоне. Все любите друг друга. Если скринкаст покажется вам странным, знайте, что приложение существует минимум с 14 года, а значит оно востребовано. Напоминаю просьбу, если мои видео вам действенно помогли, напишите в комментариях. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, расшаривайте видео.